Кинг и антикинг, как они выглядеть будут, волны такие? Ну, это тип, вот то, что иронные стороны. Не, а как такое произведение может, типа, одна плоскость? Как такое произведение ситуации может, что такая волна будет? Ну, значит, типичная ситуация, это, конечно, магнитик. Вот, то есть там есть два, как бы, основных состояния. Вот, когда спины вверх направо и в противоположную сторону. Вот, скажем, классическая цепочка магнитика, да? То есть основное состояние там, когда спины либо вверх, либо вниз. Вот, ну и, если мы часть спины, значит, просто насильно крутанем в другую сторону, да? Ближлежащие тоже начнут крутиться и пойдет волна такая вот. Значит, вот, пожалуйста, например, такая ситуация. Вот, то есть, вы понимаете, как бы, физика тут такая, что, если есть два вакуумных состояния абсолютно геетичных, да, или больше, то тогда вот в системе безразлично в каком состоянии находиться. А если, значит, мы ее насильно из этого состояния выводим и помещаем часть частиц, ну, или часть системы в другое состояние, то тогда возникает переходная область. Вот эта переходная область – это и есть кем. Вот. Ну, как экспериментально, значит, такие вещи. Значит, ну, во-первых, там вот в магнитных материалах эти доменные стенки, как правило, уже существуют, поскольку как раз вот трудно создать такую систему однородную, чтобы там абсолютно все было только в одном состоянии, да, когда вы готовите большую систему, там обязательно, ну, если у вас есть несколько разноценных равновесных состояний, там обязательно, значит, часть системы находится в одном состоянии, а часть в другом. Вот, то есть вам, ну, не знаю, наверное, можно, если задаться там специальной целью приготовить такую систему, можно, но если вот как бы не задаваться, то обязательно вот несколько подсистем, вот крайница эта книга. Ну, а дальше можно их там помещая в магнит, добавляя эти заменные стенки двигать по-всякому. Вот. То есть это наука целая. Ну, кстати, рекомендую книжку Борисова «Двухтомник». Вот это наш из Института физики металлов, значит, заведующий, по-моему, лабораторией линейных явлений. Там Борисов и Силёв, которые мне написали книжку, очень подробно, как раз про магнитные системы. А мы с вами, конечно, модельную систему рассматриваем. Вот. Вот одна атомная цепочка. Ну, там опять-таки, смотрите, кинки-антикинг, то есть они чем отличаются? Они отличаются тем, значит, ну, то есть вот вы можете на бесконечности, на краю цепочки атом либо как бы сдвинуть ее на один атом, да, вот. Либо, наоборот, ну, в противоположную, да, сторону, либо, вот, значит, в сторону распространения волны на один атом. И вот, значит, в зависимости от того, какой у вас сдвинуть на границе, у вас возникает кинки-антикинг. То есть вот, ну, я не знаю, вы удовлетворены ответом, да? Или вы что-то такое другое имели в виду? Вот. Да, в принципе, от времени это имел. Ну, хорошо, ладно, давайте. Сегодня у нас куча вспомогательных вещей, то есть они, собственно, как бы, то, о чем мы сегодня будем говорить, ну, напрямую, может быть, не связаны, вот, с... Ну, то есть часть, конечно, связана, да, с тем, что мы занимаемся, вот, методом образных задач, а с тем, а часть просто не связана. Эти вещи будут просто вспомогательными для того, чтобы нам доказать какие-то другие теоремы. Вот. Значит, сегодня мы поговорим, первое, о свойствах функции ЙОСТа. И второе, значит, вот, там, о свойствах коэффициентов рассеяния. Ведем эти коэффициенты. Ну, мы их уже вводили, но сегодня мы их ведем более последовательно. Вот. Итак, параграф следующий, свойства функций ЙОСТа. Ну, давайте начнем с того, что я выпишу вот эти длинные интегральные уравнения, которые мы получили, мы же их не зря получали. То есть, кроме того, что они сами по себе интересны, мы ими будем пользоваться. Так. Ну, хорошо. Начнем с того, что я напомню, что такое функции ЙОСТа. Вот, да. Вот у нас имеется, значит, задача штурма Леувия, да, то есть это задача на собственные значения штурмы, на собственные функции, собственные значения оператора штурма Леувия. Значит, она такой вид имеет. Так. Давайте, ладно. Производный у нас по ИСУ здесь, поэтому я буду их штрихами обозначать. Пси два штриха, значит, так, ну, минус, так, так, значит, а мы на минус умножили, да, значит, давайте так. Так. Плюс, или Ка в квадрате на си, то есть это сводится вот, чем Ка в квадрате на си, равно на си, да. То есть вот задача свелась к этому. Ну, то есть первоначально, вспоминайте, у нас было, так, минус в квадрате на си, да, минус в квадрате на си, равно на си, а равно мы взяли Ка в квадрате. Значит, если умножить, там, перенести, то мы получим как раз вот то, что написано вверху. Так вот, функциями ЙОСТа называются функцией Пси один от х, ну, давайте здесь еще аргумент Ка будем писать, да, они зависят так же от Ка. Пси два от х Ка. Которые, во-первых, являются решением вот этого равнения 1, да, решением равнения, что бы мы имели. И, которые удовлетворяют следующим свойствам, значит, функция Пси один, значит, х Ка имеет асимптотику Е в степени ка Х, при их двумя от х. Вот, значит, такие решения по уравнению Штурман-Леурира, которые имеют и такие асимптотики, называются функцией ЙОСТа. Ну, и мы получили интегральное уравнение на функции ЙОСТа вот такие. Ти один от х Ка, значит, равно единице минус интеграта и единице минус 2 и Ка, значит, я буду писать вот в виде экспоненциальных, там, не через синус, значит, интегрял от И для бесконечности, для х Ка, то х Ка, 7, 1, значит, х Ка, значит, раньше я Ка не писала, теперь для нас Ка будет играть непосущественную роль в момент в крайнейших рассуждениях. Это значит на Е в степени минус Интеграта плюс штрих, так, Е в степени минус Интеграта плюс штрих, плюс Интеграта на 2 и Ка, интеграл от х до бесконечности, так, так, Д и штрих, уник штрих, Пси 1, значит, и Ка, на Е в степени, так, И штрих, а на Е в степени И ка, и Ка, так, ну, и вот это все умножает на Е в степени минус Интеграта. Ну, и второе умножение для нас в степени А, в степени А, значит, я его тоже выпишу, значит, 1, 2, 3, интеграл от минус бесконечности здесь, А, Д и штрих, Д и штрих, да, Д и штрих, Двадцать раз, значит, Д и штрих, си два, отмечены, там на Е в степени минус Интеграта, минус Интеграта, штрих, минус Интеграта, и два, вниз, четверых, на Е степени Минтеграта, значит минус 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 2 минус 2 минфеграл отренцев этой станичности а то есть, не поменяется, отреневая. дx ДХ, ДХ3, Ум, Пси 2, С3, К, Ге в стекли, Ик, Ик и С3, Ик. Можно записать через синус, но мы будем этими формами пользоваться, поскольку в этой форме легче связь с синтозом. И мы получили первое свойство, которое состоялось в том, что sin1x-k равно sin1x-k. В случае, когда к исчезну, то есть у них часть k равно sin1x-k. Так, второе свойство, следующее свойство давайте рассмотрим. Прямо из этих интегральных уравнений для функции y. Ну, давайте рассмотрим для определенности уравнения для функции y. И мы будем решать это уравнение методом итерации, то есть методом последовательного приближения. Значит, в качестве нулевого приближения, естественно, выбрать асимптотику функции y. Значит, нулевое приближение. Итак, мы считаем, что sin1x-k, это если любит конец. Ну, а метод состоит в том, что в следующем приближении мы подставляем результат предыдущего приближения. То есть в первом приближении тогда, в первом, мы должны взять и подставить вот эту функцию c1 экспоненту вот в интегральное уравнение вот сюда. И тогда получится, что функция c1, значит, x в первом приближении будет равна, значит, И, значит, 1, значит, 1к, значит, 1е titre his. Интеграл от х до бесконечности до х' до х' . А вот здесь, перемножаем экспоненты, е в степени и к х' под интегралом со штрихом сподставляем. Здесь минус, значит, единичку дают при перемножении. Значит, все. Е в степени и от х, ну и плюс, минус одновая метра, х бесконечность, дх штрих, ум от х штрих. Значит, а здесь мы у нас удваиваемся. Значит, е в степени 2, минус одновая метра и штрих. Си один с плюсом и вот интегралный экспонент с плюсом. Значит, и это можно е в степени и к х. Вот так. Ну, теперь надо, чтобы второе приближение получить, подставить результат первого приближения, ну и так далее. Результат первого приближения и так далее. Вот. Ну, нам достаточно рассмотреть, вот как это будет выглядеть по степеням К, если вот. Мы видно, что получаем какое-то разложение по степеням К. То есть вот в нулевом приближении, да, у нас просто экспонент стоит. Значит, подставили нулевое приближение, получили уже единица на К. Теперь, что будет, если мы результат вот этого Си один, да, вот, в первом приближении подставим вот сюда, чтобы получить следующее приближение? Что у нас? Единица на К квадрат. Да, единица на К квадрат. То есть будет, то вот эта функция Си один, да, то есть вот Си, да, можно записать так, что, если это во втором приближении, значит, это, ну там, результат. То есть вот первое приближение содержит и нулевое приближение, ну, так вот этот экспонент, да, и плюс добавочки. Так вот, значит, будет результат первого приближения, ну, давайте так, не так, потому что Си один и на стороне приближение, да, это результат первого приближения, плюс членом там порядка, единица на К квадрат. Ну, более того, на самом деле у нас уже в первом приближении содержатся членом порядка единицы на К квадрат. Итак, вот этот интеграм, значит, если его вычислить по частям, то легко видеть, что будет единица на К квадрат. Ну, действительно, давайте вот обозначим ДХ на Е в степени 2 ИК ИХ. И по частям интегрируем, значит, это будет У на В, единица на 2 ИК, да. Дальше, ну, значит, на бесконечности у нас все спадет за счет того, что ДХ и ИК, конечно, это это 0, На нижнем пределе еще минус появится, который нам нужен на самом деле для оценок. Дальше. А v это значит будет объединиться на 2 и k, то есть v это объединиться на 2 и k на ее степени 2 и k. Значит это будет в квадрате. Давайте так, квадрат, квадрат и единица на 2 и k. И значит у 1 и x на ее степени 2 и k и x. То есть это свободный член, ну и плюс еще и квадрат, объединиться на 2 и k в квадрате, и x бесконечность, d и x штрих, значит, u, d, v. Значит, ну давайте так напишем, v, d, u, 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 u. То есть видим, что эти члены, то есть понятно, да, единица на k в квадрате. Если еще раз проинтегрировать в клубе по частям, да, в клубе возникнет и так далее. То есть реально у нас получается, что вот этот член уже в первом приближении можно отбрасывать, да. Значит, вот у нас таким образом си, си один тогда мы можем записать вот в таком приближении, это единица к равному единице. Так, ну давайте я не буду переписывать вот, то есть оставить вот этот член, да, а все остальное, все остальное, то есть это вот вообще рядом будет по степеням единица на k, да. Значит, первый член, ну любой член, это просто экспонента, первый член пропорциональный единица на k, а все остальное это члены порядка единица на k в квадрате, вот так. Это во втором приближении? Это вообще во всех приближении, да, вообще получается. То есть, поскольку, ну вот этот член возникает, а остальные члены там, как их не вычисляют, это все равно члены единицы на k квадрате. Ну вот, теперь, если мы рассматриваем случай, когда k у нас велико, и вообще в пределе k стремится к бесконечности, то вот членами единицы на k в квадрате можно перебречь. И мы можем записать вот это выражение вот таким образом, при больших правах. значит, си 1, значит, x, k, ну сейчас, значит, на е в степени, минус е на x, да, вот я на экспонент умножаю, и еще давайте на 2 е в степени, 2 е в степени, да, и это равно минус, интеграл, x, бесконечность, и все, и все, так, не то сделал, значит, единицу еще надо, да, так, значит, если умножим, то 2 е в к минус, вот так, 2 е в к минус, вот. Ну, теперь смотрите, что получается. Если мы разберем производную поясу, да, от обеих частей этого равенства, то есть, это вот 2 е в к минусе, да, от обеих частей равенства, у нас на верхнем пределе, ну, то есть, под интеграль производная от интеграла, да, равна под интегральной функции равенства. Вот, значит, на верхнем пределе это будет 0, это дисконечность, да, вот, значит, и мы тогда получаем, что умножить, производная на нижнем пределе равна, так, ну, здесь вот действительно надо писать так, в смысле асимптотик, да, в смысле асимптотик, потому что вот такой значок ставит, а не значок, правильно. Асимптотика – это фактически, ну, соответствует взятию предела. вот эта асимптотика не по иксу, а по к, да, то есть, фактически это означает, что мы предел приказ, стремящийся к бесконечности рассматриваем, да, значит, получаем предел приказ, стремящийся к плюсу бесконечности, так. Ну, а здесь ДФОДХ, так, ну, давай ДФОДХ, так напишем ДФОДХ, да, вот что получили. Чем это хорошо? Вы не забывайте, что мы решаем КДВ. КДВ – это функция у от икс. Мы по этой формуле, значит, в принципе, если функция все один известна, да, то могли бы сосчитать у от икс. Ну, дальше еще там учесть по времени, да, зависимости, и вот нашли бы, значит, функцию у от икс в любой время. Вот эта формула показывает нам, что действительно, зная функции ЙОСТа, мы можем находить потенциал вот этой, бесконную функцию в от икс. Но эта формула, как бы, неудобна в расчетах, поскольку функцию ЙОСТа, чтобы найти, мы должны знать потенциал, да, вот, то есть мы ее не найдем, если в от икс не знаем. Но, значит, вот, если знаем, то вот тогда, пожалуйста, да, вот. Вот, то есть, но вот эта формула имеет большое идейное содержание, поскольку она действительно показывает, что через функции ЙОСТа мы можем находить вот потенциал у от икс. Ну, и точно так же давайте вот я вам в качестве упражнения оставлю для функции ЙОСТа, показать, что для функции ЙОСТа ЙОСТа, так, справедливо, такая форма. То есть, если бы мы не вот первое уравнение, а второе решали, то мы бы вместо этой функции ЙОСТа получили, вот, вместо вот этой формулы, да, через функцию ЙОСТа Пси1, получили бы формулу через функцию ЙОСТа Пси2. Значит, здесь это, такая форма, значит, у метр от икс должно предел, и так, применящийся к минус, так, минус бесконечности, да, а тогда форму плюс-плюс-плюс, как всегда, плюс бесконечности, это икс к минус бесконечности. Так, значит, минус 2, а си2, значит, икс, так, и здесь знак в экспоненте, икс, вот так. Без дифференцирования, что ли? Да, dpx, конечно, правильно, dpx, правильно. Ну, то есть, в принципе, без разницы, какая из функций, библи, все 1, а зpx, и 2, если нашли, то можем восстановить потенциал от Pos. Но, чтоб найти, еще раз повторяю, потенциал уже надо знать. Поэтому эта формула нерабочая, но намекающая и направленная в направлении движетисковающая. Давайте пойдем дальше. Это второе свойство. Вот эти формулы — это второе свойство. Значит, третье свойство. Давайте покажем, что функции ЙОСТа... Так, ну второе я стираю, первое нам еще понадобится. Давайте докажем, что функции ЙОСТа, ПСИ1, например, ПСИ1, 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 ПСИ1. Вторая пара. ПСИ2, ПСИ1, ПСИ2, ПСИ1, ПСИ2, ПСИ1, ПСИ1. Вторая пара. То есть вот эти пары функций линейно независимы. То есть каждая функция в паре — это линейно независимая функция. У нас К и минус К — это линейно независимая функция. Так, ну, как доказать линейную независимость функций, которые являются решениями дифференциальной уравнимости? — Да, определитель же можно. — Роскеан, да? Надо посчитать Роскеан. То есть если Роскеан что? Не равен нулю, то тогда линейно независимо. Если он равен нулю, то линейно независимо. Ну вот, значит, считаем Роскеан определителем мозга. Ну, не знаю, как вы его определяли, там по-разному его определяют. То есть все определения там знаками только отличаются. Ну давайте мы его определим так. То есть вот, значит... Ну давайте так вот, определитель Роскава от функций φ1 и φ2 просто определения. Ну вот так. φ1 штрих, φ2 штрих, φ1, φ2. То есть начнем со штрихов. Можно наоборот. То есть, значит, с нулевого порядка, потом первый порядок, ну и там порядок, значит, определитель такого порядка, каков порядок дифференциального уровня. А у нас диффузская нормальная. Поэтому вот этого определения достаточно. Вот. Ну вот. Пусть теперь имеется функция, значит, ψ, которая является решением вот этого дифференциального уровня. Значит, это уравнение мы можем записать вот в таком виде. Так, вот давайте вот в таком виде. Пси2 штриха равно Пси2 штриха равно Пси2 штриха. Вот. Переписали просто уравнение 1 у нас в таком виде. Ну и, значит, функция Пси1, да? Ну вот пусть, значит, вот эти две функции, да? В частности, вот функции Пси1 и Пси2, это решение вот этого уравнения. Вот этого уравнения. Ну, давайте вычислим определитель. Вычислим определитель. То есть, пуст, вот Пси, да? Пси1 и Пси2, это вот те Пси, которые являются решением этого уравнения. И вычисляем определитель так. И даже не сам определитель вычислим, а возьмем производное определителем dpdx, да? То есть, вот здесь мы стримим. А, стримим. Ну, раскрываем. То есть, это будет... Значит, Пси1' Пси2' Понятно, что мы тут стримим, да? Два одинаковых стримим. То есть, останутся только слагаемые со вторыми производными. Значит, будет Пси1' Пси2' Значит, минус. Пси2' Пси2' Пси1' Ну, а Пси это Пси2' По сути дела, да? Это решение вот этого уравнения. То есть, функции Пси уже производятся к этому формению. Значит, подставляем и получаем. Значит, для Пси1' Получаем это... У минус... Ну, Пси1' У вас стрихает. У минус к в квадрате. Пси2' Это нафи2' Значит, это первый член. И второй точно так же. Значит, минус... У минус... У минус к в квадрате. И два... Пси2' Правильно. Да. Два члена сокращаются. То есть, два одинаковых члена сокращаются. То есть, если Пси1 и Пси2' являются решением вот этого дифференциального уравнения, да? То определитель равен ну... Ну, вернее, производный от определителя равен ну... Ну, и, значит, сам определитель равен константам. От К может зависеть. Это константам по Х. От К может зависеть. Вот. Ну, а теперь осталось взять в качестве решения вот эти две функции. в качестве Пси1 и Пси1 и Пси1 . Так. Пси1 и Пси1 . Это тоже будет решением, поскольку здесь К в квадрате у нас, да, стоит. И, значит, знак К, в общем-то, влияние не играет никакого, да? Так. Значит, берём в качестве решения вот эти функции от К и минус К, да? Но мы их тоже не знаем. Но, с другой стороны, раз у нас определитель равен константе, от Х не зависит, то нам, в общем-то, без разницы, где считать, при каких Х, да? И мы можем сосчитать этот определитель при Х, стремящемся к бесконечности. То есть константа при Х, стремящемся к бесконечности, не изменится. Останется той же самой константой, да? Значит, ну и тогда пишем, что вот у нас кеан Пси1 в Х кран Пси1 в Х кран Пси1 в Х минус К, так, правильно. Значит, раз этот К раскеан равен константе, то он равен своему пределу, пределу при Х, стремящемся к бесконечности, плюс бесконечности, да? Вот. Своему пределу, значит, одному же самому К раскеану. предпределу растяло все одними. Пси1 в Х кран Пси1 в Х минус К. А этот предел мы уже можем сосчитать. Значит, это предел вот такого определителя, значит, нечистое, нечистое, нечистое. Значит, это предел определителя состоящего из асимфтоид. из асимфтоидов, да? Так, ну, я не знаю, Кожору нам надо писать, или ведь это все понятно. Надо взять только и финицировать, да? Вот эту функцию, все один получим первую скульт. Значит, ну, вот это будет pk на е степени pk, x, так, это вот плюс k, значит, с минусом, здесь минус, а мы просто меняем в экспоненте знаку k, значит, будет минус pk, е степени минус pk, так, ну, а здесь е степени pk x, е степени минус, да, минус бы не появился за счет минус k. Ну и все, значит, смотрите, экспоненты с разными знаками при перемножении на единичку, да, поэтому от x ничего не зависит, действительно не зависит, от x как и должно быть. Ну а остается что? ek минус минус ek, 2k, да. Значит, вот получили очень важное свойство, промежуточное, что разъем равен 2 и k, это формула очень важная для наших современных рассуждений. ну а кроме того, доказали фундаментальное свойство функции е степени pk и pk и pk и pk минус k, линейно-независимые функции. линейно-независимые функции. Вот. Точно так же доказывается для функции pk2, значит, это я, конечно, делать не буду, для функции, для функций pkf2, pk, 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 pk-k равен У2, n. но все равно, значит, если k не равно 0, а это так, если k не равно 0, то эти функции будут принять зависеть. Это две очень важные формулы, которые мы будем использовать в дальнейшем. Так, ну и, значит, еще одно свойство функции ю, значит, непосредственно вытекает из того, что мы сейчас доказали. Ну, четвертое, что ли, свойство, да, четвертое свойство состоит вот в чем, что раз эти функции си плюс к и си минус к, значит, линейно независимые решения уравнения штуки, да, то все другие решения этого уравнения могут быть просто разложены по этим функциям, по линейно независимым функциям. Это полная система с линейно независимыми. здорового порядка, обыкновенный, две линейно независимые функции, два функционерных решения. Все остальные решения раскладываются по ним. Значит, мы можем сделать что? мы можем взять в качестве решения вот именно эти функции Пси один к и Пси один минус к. А функцию Пси два, которая тоже решение, разложить по этой функции. Возвращать на форекс уравнения а функции Пси один минус к. Ну, спрашивайте. Все понятно, да? Как только вопрос возникает, сразу же задавайте, потому что это может не вопрос, потому что я что-то там не то пишу и непонятно говорю. Поэтому спрашиваю. Смотрите, все два раскладываем по этим функциям. Значит, коэффициенты разложения c1,1k, c1xk, плюс c1,2k, c1xk. Если выбрать в качестве фундаментальной системы решения c1xk и c1x-k, то тогда решение psi2 мы можем в таком виде искать. Наоборот, если в качестве фундаментальной системы решения выбрать функции psi2, то тогда мы psi1 можем разложить. Значит, psi1xk, xk, это вот какая штука. c2,1k, c2xk, минус k. Давайте здесь с минус k начнем. Смотрите, вот асимметрия коэффициентов, да, прилегается. 1,2,2,1. Тут минус k и здесь минус k. Значит, плюс c2,2k, psi2,2x,xk. Вот, справедливые такие разложения. Значит, вот эти коэффициенты c и j, c и j, это и есть коэффициенты рассеяния. Коэффициенты рассеяния. Те самые коэффициенты, на основании которых мы, собственно, будем и по потенциалу искать наши коэффициенты рассеяния. Мы уже часть из них писали, и вот там, ну, на позапрошлой лекции, там непонятно было, какие-то c возникали, и я у них индексы ставил. Вот откуда индексы берутся, вот те индексы, которые там стояли, вот они здесь. Так. Ну и тогда, значит, давайте перерывлюсь там, наверное, тоже. Ну давайте вот так вот, со свойствами суммы бьется сейчас закончим и потом берем. Да. А потом пойдем дальше. Значит, и теперь, смотрите, ну то есть можно либо как продолжение этого свойства, либо как отдельное свойство выбрать. И тогда, если вот такие выражения справедливы, то тогда мы можем найти асимптотику функции Йоста Пси2 не только на минус бесконечности, но и на плюс бесконечности. Да. И точно так же асимптотику функции Пси1 не только на плюс бесконечности, а на минус бесконечности. То есть тогда, как следствие, из этих выражений, из четвертого свойства, да, и свойств асимптотики функции Пси1 и Пси2 мы получаем, что Пси2 имеет следующие асимптотики. И, чтобы найти асимптотики при плюс бесконечности, мы должны взять асимптотики вот от этого, второго выражения, но тут стоят функции Пси1, асимптотики которых на плюс бесконечности известны. Значит, тогда получаем асимптотики функции Пси2. Пси2, значит, С1 на низу К, значит, асимптотика С1 в степени ИКХ. ИКХ, значит, здесь КС плюсом, плюс С1 в степени ИКХ, значит, КС минусом, в степени ИКХ. Ну и таким же образом, так, что-то не стереть, не знаю, для функций Пси1 можно получить симптотики. Ну, давай, вот так. Ладно. Значит, Пси1, да, пользуясь вот второй формой, в разложении получаем синптотики функции Пси1. Так. 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 Отдайте, что я здесь напишу, а здесь. Значит, Пси1, значит, ИКХ есть следующая синптотика функции. Ну, давайте, здесь для нее с плюс бесконечности мы включаем. ИКХ при минусе бесконечности при минусе бесконечности, да. при минусе бесконечности мы должны быть, скажем так, разобраться. Значит, С2,1, С2,1, С2,1,2, для Е в степени, значит, минус, да, минус, минус, да, плюс, да, плюс ИКХ, плюс С2,2,2, для Е в степени минус, минус ИКХ, 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 и к минусу. Вот это самое. Вот так. Вот. Ну, вот основные свойства функции юста мы указали. И теперь, поскольку у нас возникли коэффициенты растения, да, С и ИКХ, мы их свойства тоже изучим. То есть надо, если что-то возникает, то надо изучить, ну, хотя бы минимальные свойства того, что возникает. Вот. Ну, и это нам все дальше будет полезно. Так, ну, что делаем перерыв, да? Ну, нет, как хотите. Делаем, да? Угу. Хорошо. А у нас... Что? Что ты хотел? Да, да, да. Следующий, как мы с вами уже сказали, это свойства коэффициентов рассеяния С и ИКХ. А вот они просто связаны, что ли, получается? Если просто Си-2 оставить, она же... Да, 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 совершенно верно. Вот это мы и сделаем тогда. Совершенно верно. То есть вот все взаимосвязи, ну, не все, там часть взаимосвязи между коэффициентами мы сейчас найдем. Вот. А... Ну, давайте начнем, чтобы нам вот это интегральное уравнение длинное стереть, мы начнем как раз с того, что выразим коэффициенты рассеяния через функции Y. Ну, значит, смотрите. так. Ну, вот давайте вот возьмем уравнение для Кси-1, да. И в этом уравнении устремим X к минус бесконечности. x минус бесконечности. Ну, что у нас на бесконечности вот эти асимптотики экспоненциальные останутся, это осцелирующие функции, да. значит, они так и останутся на бесконечности осцелирующие. А вот интегралы у нас, значит, нижний предел, да, который от X зависит, значит, вот он будет равен минус бесконечности. Значит, все интегралы будут числами, зависящими от К, и мы получим какую-то форму, ну, какое-то число, зависящее от К на Е в степени и коринец, плюс другое число, зависящее от К на Е в степени минус и коринец, да. Вот. Но эта форма точно такая же, как все один. Вот эта вот. Т.е. вот при минус бесконечности мы получим вот число на экспонент, ну, число на минус, на экспонент в степени минус, да. Вот. Ну, а значит, мы можем, это два представления одного и того же, и, значит, мы можем просто коэффициенты взять и приравнять, да, то есть найти, что С2, 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 С2 — это вот просто интеграл. это просто вот это выражение, где x равно минус бесконечности. Значит, 1 поднимите на 2 и k, минус бесконечности, d в штрих, значит, u в штрих, u в штрих, k на e в степени минус i в штрих, c, а вот так, c в 1, c в 2, c в 2, c в 2, ну, это вот второй гидрав, да, значит, c в 2, c в 2, это единица на 2 и k, на 2 и k, вот так, а эдирал от минус бесконечности до бесконечности, значит, d в штрих, u в штрих, sin в 1, 2 в степени, u в 3 и к в 2, Ну и точно так же, если мы теперь в основном интегралевом уравнении возьмем x принять 2 бесконечности, у нас верхний предел интеграл будет равен 2 бесконечности, и мы можем опять о симпотике сравнивать, значит, то, что получится вот здесь, вот с тем, что у нас получилось в конце предыдущего параметра, вот с этой симпотикой функции xc2. Ну ладно, давайте выпишем вначале. Равнуем вот эту форму с вот этой формой, где x, верхний предел интегрирования равен плюс бесконечности. Значит, при естерпеника x у нас стоит c1,1, значит, c1,1,1, значит, он равен 1,2,1,1, интеграл от минус бесконечности до бесконечности, так, от минус бесконечности до бесконечности, уни check-ilia-úна-psi2 form אומר ну и xc1, c1,2, да, ствол c1,2,3, значит это единица, минус минус единица на 2 ик, интеграла от минус бесконечности до минус бесконечности, dx'. Ну, собственно, такое же как c2,1, только вместо psi, значит, ик 2, да. Вот этот штрих psi . Вот этот штрих, c2,1,n2 ик до минус единицы. Вот так, плюс плюс ик единица. Вот таким образом коэффициенты рассеяния связаны с функциями ЙОСТа и потенциалами. Ну ладно, в принципе эти связи полезны, особенно для С1-2 и С2-1. Ну следующее свойство, следующее свойство такое, давайте докажем. Так, все, негравильные упражнения у нас уже использованы, они нам не нужны. Значит, следующее свойство состоит в том, что мы, значит, если это было первое свойство, второе свойство состоит в том, что С1-2 и К, равно С2-1 и К совпадают. Вот эти коэффициенты с разными ИЙОТ и это равно единица на 2 и К, единица на 2 и К, 20 А, вот этот как раз, 1 и В, С1-1 и К, С1-1 и К, так, нет, не этот, не этот, вот здесь стоит С2-1 и К, С2-1 и К, С2-1 и К, С2-1 и К, вот так, вот, то есть 1,2, будет 1, так, плюс, 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 и у С2-1,2. Ну вот, ну давайте доказывать, ну сначала, тут надо просто вычислить эти С1-2 и показать, что они дают один и тот же результат. Ну, скажем, вычислим вот такой УРОНСКИАН, так, ну да, вычислим вот этот УРОНСКИАН, но двумя разными способами. значит, С1-1 и К, С2 и К, значит, первый способ состоит в том, что мы берем С2, вот это, и подставляем выражение вот отсюда, вот отсюда. Пользуемся тем, что УРОНСКИАН суммы равен, почему? Суммы УРОНСКИАН, ну, суммы УРОНСКИАН, сумма определительная, это определитель суммы равен сумме определительной. УРОНСКИАН, И их, значит, умножители, постоянные, да, мы можем выносить из-под знаков УРОНСКИАН, значит, будет вот что, С1-1, вот это А, то есть, вот это все два, вот это подставляем, у нас С1-1 на К, ну, потому что этот умножитель столбец будет у нас, правильно? это столбец, если ввели строка, ну, один и тот же умножить, и можем вынести, вот, С1-1 на К, значит, УРОНСКИАН, ПСИ1, Х, К, значит, С1-1, значит, С1-1, Х, К, С1-2, значит, С1-2, значит, столбец умножим на этот умножитель, значит, С1-2, В�СКИАН, ПСИ, К1-2, К1-2, К1-3, К1-2, К1-2, К, К1-2, К1-2, второму удалу равен 2k. Значит, получаем 2kc1,2k. Вот так. Ну и отсюда получаем, что c1,2k равно к этому. Точно так же этот определитель вычисляем по-другому. Берем и подставляем не функцию c2, а функцию c1, вот эту. Значит, здесь будет, ну что, ну я вот просто исправляю, как-то там уж переписываю, значит, c2,1k. Функции c2 будут. c2, c2, да, вот здесь. c2, значит, на первое место здесь со знаком минус будет стоять. c2, значит, минус, плюс, значит, и второе c2, 2k. c2, 2k. Сейчас какой мы считаем бранцискеан? От каких функций считаем бранцискеан? Значит, сейчас. Значит, сейчас берем тот же самый бранцискеан. Исключаем функцию все 1. Все 2 остается, значит, вот смотри, c2,1k вынесли, осталось, значит, минус k. Вот, вот здесь. Вот, на этом не вспомнил. Вот, и в такой очереди c2, c2, 2k, c2, вот как, c2. Вот, xk, c2, xk. Так, теперь, ну, второй, второй, второй. И минус 2k. Да, второй равен. А, нет, нет, нет. А здесь мы меняем местами. Появляется знак минус. Когда вот меняют, вот, приведители местами, это, как бы, расстройство, значит, члены, да, этого приведителя, то появляется знак минус. Вот, вот здесь тоже минус стоит. Значит, опять получаем 2k. 2k. То есть, пользуемся вот тем же свойством, а здесь знак минус. Вот, доказали. То есть, и получили то же самое, да, получили c2,1, равно единице, 2k, вот на то же самое. То есть, мы доказали, что вот эти коэффициенты, c2k, с разными единицами, да, совпадают. Совпадают. То есть, если матрицу из этих коэффициентов строить, то это будет симметричная матрица. Так, ну давайте следующее свойство. Так, ну давайте так, вот в качестве упражнения я вам предоставлю самим доказательство. Так, ну ладно, первое свойство стираю, оно нам в ближайшее время не понадобится, а дальше мы начнем попользуемся. Вот, когда будет нужда. Значит, самостоятельно проверить вот такие формулы. Значит, что c1,1k это единица на 2k, вот, вот, c2,2k, c1,1k, c1,1k, c1,1k,1k, так, и c2,2, c2,2k, это единица на 2k, c2,2k, 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 c2,1k, c3,2k, c1,x, c2, c2, Ну, это, как хотите, третье свойство, это выразить диагональные члены нашей матрицы через эскеатры. Следующее свойство. Следующее свойство относится к случаю, когда мнимая часть обманул. То есть, когда кара у нас исчезнет, кара равно кара. Так, в этом случае, ну, вот такие свойства. Ну, давайте, так, значит, я вот выпишу. Поскольку нас особенно C1,2 от K интересует, то я, значит, для него и докажу. Остальные вам на самостоятельное изучение. Значит, C1,2 от K, но C, значит, 1,2 от сопряженного 2. Значит, если K исчезнет, да, то вот так вот. Ну, воспользуемся, вот, первым свойством функции Йостров. Я не дрянь и сьё, да, вот эти выражения. Вот. И доказательствю надо воспользоваться выражением C1,2 через Ванскеан и первым свойством функции Йостров. Ну, давайте, значит, вычисляем, да, ну, так, вычисляем C1,2,2. Вот просто берем и вычисляем. Значит, это что у вас? Вот по этой формуле, значит, минус, да, минус, да, минус, давай, пишем минус, поделимся на 2 и K, да, минус появился, поскольку минус K представляет. Дальше. Разъем от C1 от X минус K, да, C2 от X минус K. Дальше. Вот, поскольку у меня тут места мало, надо написать равенство. И вот то, что сейчас, значит, минус уединиться на 2 и K, теперь, смотрите, C1 от X минус K это C комплексно сопряженную. Так? Да. Значит, вот здесь пишем K убираем и пишем K убеженную. Точно так же для C2 минус K убираем и пишем сопряженную. Вот. Но эти сопряжения, ведь в РСК что такое? Это произведение разности, да, значит. разность произведений, да, разность произведений, но, значит, сопряжение, значит, суммы либо разности мы, значит, можем общее сделать, да, и точно так же у произведений сделать общее сопряжение, да. То есть вот если A в этом сопряжении, это A в сопряжении, то A в сопряжении, то есть общее сопряжение сделать, да. Значит, мы вот это сопряжение можем применести, ну, я опять хотел сказать, вот так, да, в общем убирательский А. вот так, да, и, значит, можем сопряжение, значит, вот что. вот так, да, вот так. То есть и убрать вот здесь минус, и записать это вооружение в конечном итоге вот так. скобочка, вот так. Ну, а теперь то, что стоит в фигурных скобках, это C1-2, да, вот оно сопряженное. с формулой доказано, C1-2 минус К, одно C1-2 сопряженное. точно так же давайте, ну, эти формулы я их не доказываю, это не означает, что мы ими не будем пользоваться, но просто они вот таким, таким же образом доказываются, образец я и показал. что, значит, C1-1 от К, значит, это превещественная кассура, равно минус C2-2 сопряженное от К, и, значит, минус C2-2. Ну, кстати, наверное, это можно и свойств доказать вот через интеграл из первого свойства, да, из первого тоже можно доказать. вот, то есть можно и так доказать, но вот через определитель как-то там выглядит вообще. Вот. Ну и, что там у нас? Последнее, да? Что мы сегодня не делаем? Да, ну я его уже перебрал, но вы мне еще минуту пять там вроде не скажете, а? Захватить опять. Да, давайте закончим. Вот. Теперь такие свойства. Вот вы совершенно правильно в начале пары заметили, что как-то вот можно тут взять и подставить, да, выразить там коэффициенты одни через другие. Вот мы сейчас это и сделаем. вот давайте вернемся к этому выражению, к представлению функции для ПСИ2 и подставим туда ПСИ1 из второго выражения, да, вот у нас такая система ПСИ1, ПСИ2, ПСИ1 и мы, значит, вот ПСИ2, ПСИ2 подставляем ПСИ1. ПСИ1, значит, получаем ПСИ2, 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 ПСИ1, вот что такое, да, как то такое, да, это СИ2, ПСИ2, ПСИ2 плюс СИ2, вот как, СИ2, вот как, СИ2, вот как, СИ2, вот как, дальше плюс c c1,2 c1,2,2 вот c1,x,-k ну надо везде знаки у трапов поменять значит будет c2,1 минус значит c2,x,k c2,x,k так плюс c2,2 минус c2,2 минус x,-k вот ну и мы с вами показали, что ну вот когда мы оскеяну вычисляли показали, что функции c2 плюс c и минус к линейно-независимы и значит мы можем приравнять коэффициент при c2 справа и слева и точно так же при c2 от k справа и слева и точно так же при c2 от минус k то есть приравнанные коэффициенты при значит вот этих независимых все у нас все 2 x и все 2 x- ну получаем значит сначала с плюсом берем слева стоит единичка единичка так ладно давайте поставим справа стоять справа стоять иначе c в 1 k c 2 2 k так разделение с этим и плюс c 1 2 k c 2 1 к равно единичке с 1 и с точно так же при c 2 x минус к вот оно а слева 0 значит вот смотрим c 1 1 от к на c 2 1 от к минус c 1 2 от к на c 2 2 от минус к 2 2 2 1 от 1 вот получили значит ну систему уравнений которая связывает между собой эти коэффициенты точно точно так же поступая наоборот выбираем теперь в качестве основного функцию c1 вот это выражение для функции c1 и подставляем куда c2 от k мы получаем ну вот это вы можете сами поделать значит что я вижу значит c 1 1 от 2 c 2 2 от k плюс c 2 1 от k c 1 2 так от минус 1 минус 1 минус кстати если учесть что у нас c c 1 2 равно c 2 1 то вот эти два выражения совпадают и значит c 2 2 от k c 2 2 c 2 от k c 1 1 значит 1 2 плюс c 2 от k c 1 2 от k так от k 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 Особенно, сразу же обращаю ваше внимание, что мы будем особенно интересоваться вот этими функциями C1, C2, C2. Почему? Я расскажу о следующем занятии. Почему они имеют для нас интересность. Ну, всё, нормально. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.